Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Светлана Дидух, научный сотрудник музея-заповедника Рязанский Кремль. А поговорим мы о предстоящем празднике, летнем дне в Кремле, который состоится 6 июля. Расскажите, что это за праздник и чему он будет посвящен? 2013 год проходит как год культуры в Российской Федерации, а в музее-заповеднике отмечается юбилей, 130 лет музею. В этом году мы проводим 22-й праздник, летний день в Рязанском Кремле. Это благотворительный праздник, он был основан в 1993 году. Идея проведения принадлежит нынешнему директору Кречетову Ольге Сергеевне. Вначале праздник являлся своеобразным отчетом перед жителями города о музейной деятельности. В дальнейшем его формат изменился, и он стал носить тематический характер. Каждый год выбирается какая-то определенная тема. В этом году будет темой России и Франции диалог двух культур. Скажите, а что связывает эти два города, двух стран? С давних пор Россию и Францию связывают дружеские, культурные и просто человеческие отношения. С 1998 года Брюс Вер является побратимом города Рязани. Так что же связывает два города? Ответом на этот вопрос станет праздник «Летний день в Рязанском Кремле». Импровизированный культурный диалог между представителями русской и французской, танцевальной и хореографических групп, к которым могут присоединиться жители нашего города на территории Рязанского Кремля. Целями праздника являются приобщение к истории и традициям двух культур русской и французской нашего населения, а также развитие дружеских культурных связей с побратимым городом Брюс Вером. В музее-заповеднике будет представлена видеопрезентация о городе Брюс Вер. Давайте напомним телезрителям, когда это состоится и во сколько. Мы приглашаем всех жителей города Рязани на наш праздник в Рязанский Кремль, который будет проходить 6 июля с 12 до 18 часов. Все экспозиции и выставки открыты для бесплатного посещения с 10 до 17.15. Интерактивные площадки будут работать с 12.30 до 17 часов. Также будут на территории двора Олега работать буфеты и ярмарка художественных промыслов. А сценическая площадка будет работать с 12.30 до 18 часов. Музей подготовил какой-то специальный мастер-класс. Чему там можно будет научиться? Будет представлен конкурс «Мастер». Это международный интерактивный мастер-класс декоративно-прикладного творчества, где зрители и как дети, так и взрослые могут в этом поучаствовать. Мастера будут представлять, работать в различных техниках. Техники французского кружевоплетения, батик и вышивка. А победители среди мастеров будут награждены призами. Посетители также смогут выбрать победителей. Скажите, пожалуйста, в рамках праздника еще какие мероприятия состоятся? Я вот знаю, что приедет какой-то необычный французский коллектив. Как обычно, всегда готовятся новые выставки. В этом году музей-заповедник представляет выставку «Возвращение к жизни». Это итоговая выставка о музейной работе в области реставрации. Также будет представлена выставка «Синяя сказка» из частной коллекции. Информация к сведению. Во время летнего дня в Кремле будет работать выставка «Возвращение к жизни». Она приурочена к 130-летию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Выставка подводит итоги музейной работы в области реставрации. Одна из самых важных и сложных задач музея-заповедника – сохранение памятников, составляющих часть культурного наследия народов России. Каждый раздел выставки – рассказ о процессе реставрирования и консервации отдельных коллекций, о возвращении к жизни музейных предметов и самых разных материалов. В зале Дворца Олега будут представлены отреставрированные экспонаты из коллекции иконописей, деревянной полихромной скульптуры, мелкой пластики, мебели, графики, живописи и многое другое. Еще одна удивительная выставка, которую стоит посетить, называется «Синяя сказка». На ней будут представлены работы Сергея Исаева, керамиста, члена Союза художников России. «Синяя сказка» – это 240 работ, огромная коллекция, включающая в себя серию часов, скульптуры, праздничную посуду, подсвечники, вазы, шкатулки, расписанные сказочными и фантазийными мотивами. Выставка будет работать в здании певческого корпуса. А на интерактивной площадке зрители могут узнать французский алфавит, отгадать кроссворд, также примерить на себя костюм исторической эпохи XVII века и увидеть предметный мир сказочных героев двух стран. С французской стороны будет представлена любительская фольклорная хореографическая группа «Ля Сатюрье», которая была образована в 1998 году в городе Брюсвир. Это группа, куда в свою состав входят люди разных профессий и возрастов. Танцевальная группа исполняет танцы, хороводы, кадрили, мазурки. В Рязань группа приезжает во второй раз. Первый в 2003 году и в 2014 год, а второй раз в 2014 год на летний праздник. Это все касается праздника. А что касается археологического сезона, что намечено и что ждете в этом году? В этом году у нас продолжают работать три археологических экспедиции. Одна из них на территории Житного двора, который располагается на территории Рязанского Кремля. Вторая экспедиция – Старое Рязанское городище. И третья экспедиция – на Глебовом городище. Мы ждем от археологов новых находок и памятников архитектуры. Какие у вас еще ближайшие планы на будущее? Будет грандиозное событие, легендарная битва на Вожи. Уже обсуждали, как она пройдет? Точного плана пока нет. Но могу сказать, что мероприятие битвы на Вожи будет проходить 9 августа. Это будет областной исторический фестиваль. Там будут проходить инсценировка битвы, ярмарка и мастер-классы. Спасибо, что к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, что летний день в Кремле состоится 6 июля в 12 часов. И участником этого праздника может стать каждый из вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова